здравствуйте дорогие друзья садоводы и огородники сегодня я попытаюсь ответить на ваши вопросы на вопросы которые мне задавали вконтакте ну что ж пожалуй приступим вопрос первый юля скажите пожалуйста если у помидор со внутренней стороны листа имеется такой сиреневый оттенок что это такое и что можно сделать то знаете опять таки вот поступает такой вопрос в общем-то по растению что нужно сделать сиреневый оттенок я в принципе письменно отвечаю всегда что не видя растения очень трудно очень трудно дать какой-то совет поэтому по возможности если можно пришлите свою фотографию мы вместе попробуем потом решить эту проблему посмотреть и выяснить причину вопрос следующий осенью в силу определенных обстоятельств не посадили чеснок подскажите пожалуйста могу ли я посадить чеснок весной если да то какой и как заранее спасибо весной весной чеснок вы можете посадить как яровой чеснок и чеснок который мы сажаем с вами под зимой его тоже неплохо посадить весной самое главное сохранить посадочный материал если у вас есть посадочный материал от зимого чеснока то его тоже можете посадить весной и сделать где-то это примерно во второй половине апреля так что я вам желаю удачи и посадить чеснок вопрос следующий юля готовлю мешки для посадки огурцов подскажите можно на дно мешков вместе с сухой органикой или или опилками положить до улучшения горения куриный помет лежал всю зиму соответственно земля с перегноем потом будет сверху это как бы по принципу теплой грядки и подскажите сколько сантиметров должен быть земляной слой для огурцов чтобы им в мешках хватало пространство вера места в общем-то мешок должен быть во-первых размером это большой мешок где-то примерно но килограмм на 50 вот обычный мешок в котором продают куркул сахар то есть большой мешок что мы делаем на одну треть мешка мы кладем навоз потом мы кладем с вами перегной где-то уже до половины мешка а половину мешка пол мешка у нас должен быть с вами питательный грунт то есть земля вот так вот мы с вами наполняем мешок мешок обязательно должен быть условия то есть мешок из-под сахара мешок вот как крупы продают и мне задавали вопрос можно ли использовать мешок для мусора черной нет нельзя потому что в общем-то растением будет жаркой и будут гореть корни вопрос следующий как избавиться от медведки кротов и мышей достали нет сил как улучшить землю глина как сажать морковь очень густые получаются посадки промывалась песком ерунда сразу но сразу очень много вопросов ну давайте наверное частями первый вопрос как избавиться от медведки кротов мышей так как избавиться от кротов вы знаете это в общем-то довольно таки такая причина такая в общем то всех это волнует кроты изрыли буквально все роют огороды повреждают корни растений вот в общем то как с ними бороться я вам хочу сказать в общем то наверное я не знаю вот честно вам скажу я не знаю как с ними бороться потому что пробовали все и вертушки и хлопушки и отпугиватели и все в общем-то крот не боится ничего мой вам совет у меня этот вопрос решен на сто процентов кротов у меня нет у меня мои две кошки переловили буквально всех кротов поэтому вот так я избавился от кротов практически избавиться у меня даже соседи карбит пробовали в нор закладывали но в общем то не избавиться следующий вопрос вот я зачитывала как улучшить землю глина как улучшить землю улучшить землю это как это во первых сажать по зиму сидираты я всем это очень-то в общем-то довольно таки советую это очень хорошая вещь структуру очень почву улучшается я предпочитаю сажать по зиму рожь вот весной мы и запахиваем и если это делать год из года то структуру почву очень улучшается ну и конечно я вам хочу сказать это что вы можете осенью вносить листья которые вы собираете в саду это тоже очень хорошо для почвы и конечно навоз а что касательно моркови чтобы не было не были загущенные посадки я использую обычный крахмальный клейстер как его приготовить я думаю знает любая хозяйка как обычно мы варим с вами кисель и у меня есть видео вы можете посмотреть как я это делаю и еще я в моркови использую маячки то есть я подсаживаю или редис это может быть салат или лук чернушка мне правда задали вопрос а вот как же вы если вы допустим дергаете редис на еду вы же можете выдернуть морковь но я хочу сказать это даже вам на руку просто морковь все равно иногда нам приходится продергивать а за а это сделает просто-напросто редис когда мы будем когда мы будем выдергивать тем самым мы с вами просто-напросто и заодно проредим морковь ну вот я и заканчиваю свой такой небольшой репортаж вечер вопросов и ответов с вами была юлия меняева до свидания до новых встреч